Здравствуйте, мои дорогие! Довольно часто меня спрашивают люди о том, каким образом качать софт-скиллы. Возможно, это не самый распространенный вопрос, и он не затрагивает именно вас, но поверьте мне, исходя из того, сколько людей он волнует, вопрос важный. Поэтому давайте обсудим, как же качать скиллы обычному, нормальному, стандартному программисту, который в большинстве случаев интроверт, или, как сказал один из людей, задавших этот вопрос, псих-одиночка. Итак, софт-скиллы для психов-одиночек. Поехали! Ну, смотрите, на самом деле вы должны понимать, что никто от вас не требует софт-скиллов уровня небожитель, уровня, не знаю, там, артист разговорного жанра, уровня лидер, не знаю, там, какой-нибудь огромной тусовки, человек, который заводит всех, и вот это все, да? Ну, давайте все-таки быть здравыми и понимать, что от вас все, что нужно, это то, чтобы с вами, а, было комфортно общаться, б, общение с вами происходило, ну, скажем так, на равных примерно, да? Чтобы вы говорили, как нормальный человек, слушали, как нормальный человек, услышали, что все, что вам сказали, с вами было просто комфортно. На самом деле, никакой рок-сенсы для того, чтобы достичь именно этого состояния, согласитесь, нет. Все, что вам нужно, это быть ровным, спокойным и доброжелательным к людям, с которыми вы общаетесь. Как это тренировать? В первую очередь, нужно успокоиться и напомнить себе, что такой уровень софт-скилла достижим вообще для любого человека, ну, за исключением, может быть, ситуации, когда у человека действительно какие-то очень серьезные психологические проблемы, ну, и если вы себя подозреваете в таких проблемах, сходите к специалисту, поговорите, пообщайтесь. Мои дорогие, хотите стать C-Sharp разработчиком, но понятия не имеете, с чего начать? Что учить, а что не нужно? Приходите к нам в FoxMinded на курсы C-Sharp. C-Sharp Start – первая ступенька в программировании. Этот курс для тех, кто не писал код ни на одном языке программирования. Кому сложно настроить окружение и добиться того, чтобы программа сложнее Hello World сложилась в голове? Курс состоит из видео-лекции с теорией, которую вы сразу же пробуете применять на практике. Пишите код и запускаете на выполнение. В результате, выполнив все задания, вы опробуете все основные конструкции языка и научитесь писать простые приложения. Дальше – менторинг C-Sharp.net FoxMinded. Он состоит только из практических заданий, которые взяты из реального рабочего опыта наших менторов, профессионалов, практиков. Вы освоите азы разработки на C-Sharp.net, попрактикуйте SQL, создадите Telegram-бота, напишите приложение на .NET Core. Все обучение проходит онлайн. Перестаньте терять время и стартуйте уже сейчас. Регистрируйтесь на курсы по ссылкам под видео. Дальше. Что вам еще нужно из именно разговорных софт-скиллов? Там есть еще много разных видов. Это умение формулировать свои мысли. Как научиться хорошо формулировать свои мысли? Объяснять. Очень много объяснять. Если у вас здесь дети, у вас прекрасный тренажер для того, чтобы объяснять. Ребенок, особенно маленький, задает вам всегда миллион вопросов. Папа, мама, почему там дождь идет? Почему солнце светит? Почему то? Почему все? Не игнорируйте это. Старайтесь объяснить. Причем, ваше умение объяснить это ребенку позволит вам достичь такого уровня объяснений, что это даже, честно говоря, немножко выше того, о чем я говорил. Старайтесь объяснять, старайтесь учить. Нет детей? Без проблемы. Пробуйте объяснять родственникам, знакомым. Приходите с работы, объясняйте близкому человеку, чем вы сегодня занимались. На самом деле, если даже человек будет страдать и говорить, что ему это не очень интересно, попросите, скажи, ты знаешь, мне очень важно прокачать софт-скиллы, поэтому, пожалуйста, послушай и скажи, если ты понимаешь, что я говорю, то хорошо, если нет, то уточни, пожалуйста, мне нужно потренироваться. Нормально, абсолютно норм. По софт-скиллам, что нам нужно? Один из самых важнейших софт-скиллов, это умение, ну, я об этом уже неоднократно говорил, да, умение быть надежным. Ну, это качается и с тиммейтами, качается умением в них попадать. Об этом я столько видео записывал, что я даже уже не буду еще раз повторяться. Да, мы же все-таки скорее про разговорные софт-скиллы. И, по большому счету, все, что нужно от ваших софт-скиллов еще, это умение слушать. Как тренировать умение слушать? Вы будете смеяться. Слушайте. Собственно говоря, ровно та же самая история. Если ребенок вам рассказывает, придя из детского сада, что сегодня было, постарайтесь применить активное слушание. Погуглите этот термин. Активное слушание заключается в том, что вам интересно то, о чем говорит другой человек. Вы задаете наводящие вопросы, вы уточняете. Вы искренне заинтересованы в том, что человек говорит. Не перебиваете, но при этом и не даете разговору потухнуть, а спрашиваете, и что, и почему, и как ты к этому отнесся. Задаете открытые вопросы. Термин открытые вопросы, опять же, погуглите, но так для простоты. Открытые вопросы, это тот вопрос, на который нельзя ответить да или нет. А можно ответить только, собственно говоря, каким-то ответом. Ответ, ел ли ты сегодня, это закрытый вопрос, потому что да или нет, да. Ну, на него можно ответить развернуто, но можно и ответить да или нет. А на вопрос, что бы ты хотел съесть сегодня, нельзя ответить да или нет. На него можно ответить только, ну, собственно говоря, описанием. Ну, максимум, ответить не знаю. Ну, ответить не знаю можно на любой вопрос. Поэтому это как бы не касается. Еще хорошее подспорье для прокачки именно разговорных софт-скиллов – это любые вещи, связанные с выступлениями перед другими людьми. Вокал, театральный кружок, стендап, что угодно, собственно говоря. Любое место, где вы должны говорить перед другими людьми – это прекрасное место для того, чтобы потренировать. Я вообще всем взрослым людям советую походить или на обучение вокалу, или на обучение станической речи. Это примерно одно и то же, что довольно необычно для людей, которые этим не занимаются. Ну вот, в общем-то, и все. Вам не нужно стать великим певцом или великим оратором. Вам достаточно стать таким человеком, который нормально слушает и который понимает, что ему говорит. А меня все еще зовут Сергей Немченский. Люблю вас. Подписывайтесь, ставьте лайки и переходите в наш инстаграмчик. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!